Всем привет! С вами рубрика Быстро Новости. Итак, поехали! Милан на своем официальном сайте объявил о трансферах Диего Лаксальто из Джена и Самуэля Кастельеха из Вильяреала. Оба трансфера совершены на постоянной основе. В сделку были включены нападающие Джен Лукко Лападула и Карлос Бакко, которые продолжат карьеру в Джена и Вильяреале соответственно. Рассенери также уточняет, что на вышеперечисленных приобретениях клуб завершает нынешнюю трансферную кампанию, а финансовая составляющая сделок не сообщается. Главный тренер Марселя Руди Гарсия прокомментировал информацию о возможном переходе в команду нападающего Ницца Марио Балателли. Поиск центрального нападающего не является приоритетной задачей для клуба. Я доволен игрой Жермена и Митроглу. Валер очень хорошо начал сезон, а у Костаса чуть ли не лучшее соотношение с точки зрения голов и проведенных минут на поле. Не вижу причин искать еще одного форварда. Цитирую Гарсию из Дании Ликип. Состав крыльев советов пополнили два новых игрока. Это азербайджанский нападающий Рамиль Шайдаев и славянский защитник Мирал Самарджич. Об этом Самарский клуб сообщил на своей странице в Твиттере. В матче седьмого тура футбольной национальной лиги Луч принимал Краснодар-2. Встреча состоялась на стадионе Динамо во Владивостоке и завершилась минимальной победой гостей со счетом 0-1. Автором единственного гола стал полузащитник краснодарской команды Даниилуткин, забивший на 48-й минуте матча. Таким образом, Краснодар-2 продлил серию без поражений, доведя ее до семью матчей. Краснодар-2 набрал 17 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице ФНЛ. Главный тренер Рейнджер Стивен Джерард поделился ожиданием от предстоящего противостояния в раунде плей-офф Лиги Европы с Уфой. «Важно, чтобы игроки получили удовольствие от игры, а также успели отдохнуть и выздороветь. Мы будем играть с российской командой и это является новым вызовом для нас. Мои игроки должны быть в полной уверенности, ведь Рейнджерс уже очень близ к групповому этапу. Я уверен, что мы сможем пройти Уфу и завершить квалификацию», — приводит слова Джерарда из Дани. Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прошел посвящение в игроки Туринского клуба во время общекомандного ужина. 33-летний футболист, подписавший контракт сроком на 4 года, спел песню «Стоя на стуле». Трансфер форварда сборной Португалии обошелся Ювентусу в 112 миллионов евро. Зарплата игрока в Туринском клубе составит 30 миллионов евро в год. Полузащитник московского Спартака Квинси Промес был близок к переходу в Милан в последний день трансферного окна в Италии, сообщает «Спорт Италия». По информации издания, руководство красно-белых было готово отдать Промеса в аренду, однако итальянский клуб отказался от трансфера. Ранее сообщалось, что Милан решил не покупать 26-летнего голландца из-за высокой стоимости. Отмечалось, что Спартак хотел получить с продажи игрока не менее 25 миллионов евро. Рубин завершил разбирательство с полузащитником Алексом Сонгом, сообщает «Бизнес онлайн». По информации источника, казанский клуб выплатит футболисту компенсацию в размере 2 миллионов евро. Эта сумма включает в себя долг по зарплате и компенсацию за расторжение контракта. Стороны пришли к компромиссу и отозвали иск, поэтому дело не будет разбираться в FIFA. Ранее полузащитник требовал компенсацию в размере 9 миллионов евро, но согласился на условия Рубина. Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри может получить должность главного тренера в Бордо, сообщает Гол. В настоящее время Анри работает ассистентом наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса. На минувшем чемпионате мира в России 40-летний француз помог красным дьяволам завоевать бронзовые медали. Голкипер Арсенала Давито Спина проведет ближайший сезон в Наполе, сообщает официальный сайт серии А. По информации итальянской прессы, колумбийский футболист был арендован до конца сезона 18-19. Ожидается, что договор будет включен в пункт о выкупе, который станет обязательным в случае победы команды Карла Анчелотти в чемпионате Италии. Португальский полузащитник миланского Интера Жоао Марио может продолжить карьеру в российской премьер-лиге. На игрока претендует казанский Рубин, сообщает La газета De La Sport. В услугах Марио также заинтересованы испанские клубы Betis и Sevilla. Но именно Рубин является фаворитом в борьбе за футболиста. Отмечается, что Betis и Sevilla пока не готовы к полноценному трансферу и хотят арендовать Жоао с правом последующего выкупа. Что касается российского клуба, то он сразу согласен купить хаффбека за 18 миллионов евро. Футбольные клубы «Зенит» и «Аталанто» достигли соглашения о переходе аргентинского полузащитников в итальянскую команду на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Ранее итальянский журналист Джан-Лука Ди Марцио сообщил, что «Аталанто» заплатит за годичную аренду «Ригонь» 1 миллион евро. По окончании сезона может выкупить его за 15 миллионов евро. Новичок московского «Спартака» полузащитник Роман Еременко был официально внесен в заявку команде для участия в нынешнем сезоне российской премьер-лиги, о чем и сообщает сайт Лиги. Как уже сообщалось ранее, за свою новую команду Еременко будет выступать под 26-м номером. И на сегодня это все. Всем удачи, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!